Всем привет! Хочу все-таки снять видео о пустых баночках, может быть кому-то пригодится мое мнение. Буду очень быстренько все рассказывать. Так, давайте приступим. Начну я, наверное, с вот этой вот туши брала, я ее на Новый год, так она у меня почти полная осталась. Тушь от Флёр, сплошные блестки серебряные, очень даже неплохо на Новый год, но единственное, что от Нового года до Нового года проходит целый год, и продукты портятся. Ну, в общем, сколько вот она у меня была, на года 2-3, наверное, хватило. В принципе, тушь неплохая. Выкидываю, потом, значит, вот эта тушь тоже уже давно, этой туши нет в Эйвоне. Почему я ее хранила? Я расчесывала вот этой вот щеточкой реснички после других тушей. Вот, наверное, на белом покажу. Она очень неплохая, как расческа. Очень хорошо прочесывает. Тем более, когда она заканчивается. Да, сама тушь так себе была, ну, как обычно все ивановские. Ну, такая терпимая. Так, закончилась у меня вот эта вот сушка с блестками. Я вам уже ее показывала, очень она мне понравилась. Блестки, правда, остаются, потому что не всегда я их использую. Я вам говорила, что если они нужны, то я просто не взбалтываю пользоваться одной сушкой. Поэтому блестки почти все остались на месте. А сушка очень мне даже понравилась. Буду покупать еще. Так, выбрасываю я полный вот такой вот дезодорант от Мия. Покупала я его, ну, не знаю, вот, в Ашане берешь все подряд, по своей жадности, что ли, 27 рублей или 29 ли он всего стоил в Ашане. Он так новый у меня и остался. Пользоваться я такими штуками не могу. Абсолютно в нем тело не дышит. Портит всю одежду. Ой, простите. Всю портит одежду. Забивает все поры. В общем, жуткая вещь. Никогда больше такие дезодоранты покупать не буду. Закончился у меня крем от Агафи для рук. Очень я им довольна. Буду покупать еще. Он недостаточно плотный, как хотелось бы. Он такой жидковат, но он хорошо, очень быстро впитывается. Что мне нравится в кремах для рук, это их способность быстро впитываться. Вот этот крем как раз обладает этой способностью. Хорошо смягчает. В принципе, мне его хватало. Пользовалась я им зимой. Невысокая стоимость. Буду покупать еще. Не разочаровалась. Осталась у меня почти целая маска для лица. Кончился срок годности. Для жирной комбинированной кожи. Огурец, ромашка, отвар, петрушки. Большой очень объем. Я уже как-то говорила в своем видео, что 150 мл как маску для лица использовать. Я использую обычно после душа. И использую где-то, может быть, раз в неделю такие маски. В общем, не успеваю я их закончить, потому что я чередую масок много. И поэтому быстрее кончается срок годности, чем сам продукт. Еще раз убеждаюсь в том, что 150 мл для меня невыгодно покупать. Так, закончился у меня шампунь. От 100 рецептов красоты. Регулирующий для жирных волос. Черный хлеб. Я брала в объеме 485 мл. Это мне посоветовали моя подписчица-девочка. Очень я ей за это благодарна. Вообще классный сам шампунь. Супер мягкими делает волосы. Хорошо промывает. Ну, запах такой, конечно, на любителя. Хлебный. Такой, как бы, сладкий хлебный. Ну, в принципе, можно потерпеть. Шампунь очень достойный. Буду покупать еще за 60 рублей. Вот такой объем. Это просто даром. И находка. Очень мне понравился. Не ожидала от 100 рецептов красоты, если честно. Хотя вот, тоже невысокая стоимость. 58 рублей у чистой линии. Шампунь плюс бальзам якобы 2 в 1. Хмель и репейное масло для всех типов волос. Здесь объем 400 мл. Поменьше. Вот этот шампунь меня разочаровал. Но понравился моему мужу с мягкими волосами. У него, потому что волосы свои мягкие. А этот шампунь делает их жесткими. И как бы структурирует их, что ли. Ну, они становятся такие более жесткие. Лучше их уложить. Они не пушатся. Мне наоборот нужен объем. Поэтому для моих жирных волос и длинных, лишенных объема он не подходит. А для мягких волос, которым не нужен объем, очень даже вот этот шампунь неплох. Вот у кого есть проблема такая, можете купить, попробовать чистую линию. Но он, еще раз повторюсь, не для меня. Так. Когда-то был в Вейвене вот такой вот спрей автозагар. Мне он понравился в качестве нанесения. То есть, я его использовала для нанесения на зону декольте. И шеи очень мне нравился результат. Не одни другие. Мне... Я обожаю и в Роше автобронзанты, автозагары. Ну вот, на шею было мне как-то проблемно их наносить. Поэтому вот этот спрей меня спасал. На лицо, на тело я использовала и в Роше. А на шею, на зону декольте использовала вот этот вот от Эйвен. Ну, наверное, больше я его покупать все-таки не буду. Попробую спрей от Ив Роше. Ну, в принципе, он был неплох. Закончился у меня... Вот этот вот тоже очень давно покупала срок годности. Уже закончился. Солюшен Боди Стрэйч. Это... Что это? Крем-корректор растяжек. День и ночь. Использовала каждый день. Никакие растяжки он не корректирует. В общем, не знаю. Я думаю, что деньги зря. Ну, крем и крем. Как бы никакого эффекта от него я абсолютно не заметила. Так. Просто увлажняла, может быть, и все. И то больше. Ну, в общем, никогда покупать не буду. Закончился у меня вот такой вот гель. От Эйвен тоже. Сенсис. Сейчас этот у меня был рефлекшн. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ароматерапия, значит, серия. Ну, я когда-то ими постоянно пользовалась. Когда Евроше еще марки, так сказать, не знала особо. Ну, что могу сказать. Химические запахи меня их просто убивают. А вот тем более, вот я его очень долго использовала. Я не знаю уж. У него, наверное, даже срок годности закончился. Они экономичные тем, что они очень хорошо пенятся. Поэтому надолго хватает. Но вот эти вот их химические ароматы меня абсолютно не устраивают. И вообще с косметикой. В общем, с компанией Эйвен я давно уже рассталась. Это вот какие-то остатки. Больше я у них приобретать ничего не буду. Так, ну и с Евроше три продукта у меня закончилось. Это опять-таки крем для рук Арника Эссенсьель. Так, это увлажняющий крем для рук для ежедневного ухода. 75 мл было. Ну, хороший крем. В принципе, меня устраивает и запах его. Но не всем он нравится. Он такой травяной. Я как бы особых требований к запахам у кремов для рук как бы особых требований не предъявляю. Лишь бы он был не едкий, не навязчивый. Нормальный, спокойный запах. Хорошо увлажняет. В принципе, уже не первый раз беру. Вот видите, даже уже вот так вот обрезаю их. Чтобы закончить полностью. Буду покупать еще. Ничего плохого. Про него сказать не могу. Удобно пользоваться. В принципе, неплохой крем. Закончился у меня элемитированный прошлогодний коллекции Гедля Душа. Это что у меня? Рождественские фрукты. Апельсин и шоколад. Не очень мне понравился, если честно, этот гель. Он плохо пенится. Он очень жидкий. Не очень мне понравился запах апельсин и шоколад. Как-то все вместе мне это. Я люблю апельсин по отдельности и шоколад. Но вместе мне как-то не особо понравилось. Так что... Просто хотелось иметь лимитку рождественскую. Вот поэтому приобрела. Вот так ничего в нем особо хорошего нет. И закончился шампунь. Фитум Актив. Это значит у меня шампунь средство для жирных волос. Сейчас там уже другая серия с... Господи, с крапивой. Ну, в принципе, вот эта вот вся серия. Фитум Актив. Она мне нравилась. И я всякие там брала и для окрашенных волос и т.д. и т.п. Ну, в общем-то, неплохие шампуни. Хорошо промывают. Хорошие запахи у них. В общем, для ежедневного использования. Я к шампуням тоже много как бы не предъявляю. Ну, моет и моет. Лишь бы хорошо промывал. Вот и все. И не путал волосы. В принципе, не путает. Хорошо промывает. В общем-то, нормальный шампунь. Шампунь как шампунь. Пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться. В общем, шампунь, мя, ты в раше. Ну, в общем-то, это все видео про пустые баночки. Надеюсь, вас надолго не задержало. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.